Пророк Мухаммад, так как он был последним пророком Аллаха к людям, дал очень точное описание даджжаля, настолько точное, будто мы его уже увидели, потому что после Мухаммада, никто из пророков уже не придет. И поэтому он должен был оставить нам ясность, которая не требовалась других пророков, которые были до него, потому что если они и давали четкое описание, то оно было слишком сильно искажено впоследствии, так что сегодня мы не можем найти этой ясности ни в одном из писаний. Пророк Мухаммад, саллиллаху алии вассалям, называл его «Аль-Авар», то есть слепой на один глаз. Его правый глаз будет подобен виноградине, он будет дрожать, зафиксирован на одном месте. Этот глаз будет слепым, его левый глаз также будет дефективным. На нем будет тонкая непрозрачная пленка, похожая на ноготь. Он будет зеленого цвета, как зеленая трава. Он будет выпуклым. Так описал пророк, саллиллаху алии вассалям, его левый глаз, глаз даджаля, который будет видеть. Пророк, саллиллаху алии вассалям, также описывал цвет его лица, говоря, что он будет румяным, подобно северным людям, британцам, финнам, таким белым, что кожа будет иметь красноватый оттенок. Лоб его будет выпуклым, выступающим вперед, а шея его будет широкая. Он будет невысоким и тучным, молодым и очень крепко сложенным. А на спине у него будет небольшая горбатость. И когда он идет, его ноги будут расставлены, не близко друг к другу, необычно сильно расставлены. Волосы его будут ввиться, кудри со стороны будут смотреться, будто змеи, привязанные к его голове. Очень большие кудри. Он будет бесплодным, у него не будет детей. Согласно словам посланника Аллаха, он внешне напоминает человека по имени Абдул-Узза ибн-Каталь из рода Мусталак, племени Хузаа, умершего в доисламские времена. Эти слова пророка, ясно доказывают, что даджаль — это мужчина, и это не символ западной цивилизации или телевидения, как многие люди решили. Он человек. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что неверие будет написано у него между глазами, и прочесть это сможет как грамотный, так и неграмотный верующий. Буквы Каф, Фа, Ра будут написаны между глаз. Тот факт, что только мусульмане, верующие будут способны прочесть эти буквы, не означает о символичности. Это лишь означает, что Аллах сделает так, что только верующие смогут распознать эти буквы, а другие не смогут.